Русские стягивают войска на юг. Российские оккупационные подразделения на Южном Плацдарме пытаются всячески удержать Херсонскую область. По оценкам британской разведки, в ближайшее время начнется новая фаза войны, основной фронт которой протяженностью около 350 километров будет на юге. В Крым переместили БТГ численностью 800 тысяч человек. Их скорее всего задействуют для усиления российской группировки на Херсонщине. 2 августа в Крым перебросили новую БТГ. Их также перебрасывают с восточной группировки сил и с высокой вероятностью отправят в Херсонскую область, сообщает британская разведка. Длинные конвои российских военных грузовиков, танков, артиллерии и другой техники продолжают двигаться из Донбасса на юго-запад. На территории временно оккупированной Херсонской области уже замечена 35-я общевойсковая армия Восточного округа. Они точно так же намереваются действовать, например, как это было в Мариуполе. Одновременно действовало несколько десятков батальонно-тактических групп, которые на тот момент были максимально боеспособны, максимально вооружены, максимально подготовлены, профессионально были подразделения и оснащены. В захваченные южные регионы Украины стянуто 25 тысяч российских солдат. 10 тысяч из них находятся на западном берегу Днепра, к юго-востоку от Николаева. Они явно передислоцировали и перегруппировали значительное количество своих подразделений с востока именно на юг, для того, чтобы развернуть на южном плацдарме ряд наступательных операций. В частности, в направлении Николаева, в направлении Кривого Рога, в направлении Запорожья. Резкое изменение курса с востока на юг спровоцировало заявление Киева о готовности контрнаступления на Херсон. За месяц украинская армия отодвинула линию фронта от Николаева на полтора километра. После того, как вооруженные силы Украины фактически полностью лишили возможности этой группы войск иметь полноценное логистическое соединение с левым берегом, а именно, имеется в виду, были нанесены удары по Антоновскому автомобильному мосту, по Антоновскому железнодорожному мосту, а также под огневыми ударами находилась Каковская ГЭС, Они решили не выводить свои войска, а наоборот, насытить их силами и средствами для того, чтобы максимально повысить устойчивость данного подразделения под контрнаступлением, то есть блокировать контрнаступление в обороне. Оккупанты пытаются компенсировать логистические потери с помощью паромных переправ, но это не заменит им полноценный четырехполосный автомобильный мост. При этом строить понтонные мосты тоже для второй армии мира рискованно. Количество складов на правом берегу, оно не увеличилось, а наоборот, с каждой ночью оно уменьшается. Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по складам с боеприпасами, в особенности на правом берегу. Не имея полноценной логистики, не имея полноценного обеспечения из-за отсутствия нужного количества складов, не имея полноценной системы управления, российские оккупанты собирают довольно-таки большую группу войск для начала наступательных действий. Но, честно говоря, это довольно-таки самоубийственная миссия. Ресурса российской армии вполне может быть достаточно для захвата определенной территории, но очень скоро это наступление захлебнется. Вооруженные силы Украины во всех отношениях готовы в данном случае держать оборону и блокировать любые наступательные действия российских оккупантов. Не исключено, что вся эта полномасштабная перегруппировка войск связана с мыслями о так званом референтуме, который ранее оккупированные силы планировали провести в начале сентября. Но при любом сценарии, будь то оборона Херсона или наступление на Николаев, эксперты уверяют, победа будет за ВСУ. Редактор субтитров А.Семкин